Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство Владыка Панкратий, Наместник и Игумен всей Святой Обители, Дорогие отцы, братья и сестры, Всех Вас сердечно приветствую с этим замечательным праздником памяти Святых преподобных Сергия Германа Валаамских, Основоположников монашеского жития на этом Валаамском архипелаге. Каждый, наверное, знаком с жизнью этих двух святых угодников, И наверняка каждый, кто вдумчиво читал это житие, Не мог не осознать масштаба подвига, Который совершили эти два монаха. Когда во время военных действий То или иное военное подразделение В трудных условиях удерживает некую территорию, То про таких говорят, они герои. Что правда? Они осуществляли свой героизм, опираясь на силу оружия, На некую организацию, связанную с армейской дисциплиной, На присягу. И отступать не могли, потому что не полагается отступать Во время военных действий, за редчайшим исключением. Таких мы называем героями. А вот можно себе представить двоих иноков, Без всякого оружия, Без куска хлеба, Или, может быть, с маленьким запасом продовольствия, Приехавших на эти холодные острова, Которые не просто удержали эту землю, Которые эту землю преобразили. Она стала святой землей. Крови не проливалась, Меч не обнажался. Но враги Никогда не могли Надолго захватить эту землю. И если так случалось, То они уходили отсюда. Земля оставалась святой, Потому что Здесь начались подвиги Великих угодников Божьих Сергия и Германа Воламска. И их подвиги Настолько вдохновили Последующее поколение иноков, Что монастырь стал Прирастать братьям. И сегодня мы видим, В каком великолепии, В каком красоте, После, кстати, Десятилетий забвения И разрушения, Он ныне предстоит Нашему взору. А почему Сергия и Германа Решили поехать На север В необжитые места? Разве было мало других мест? Много было других мест. Более теплых И не менее Малолюдных, Чем Волам. Можно было найти Более удобную пустыню. И там жить, И, может быть, Даже прославиться. Они избирают Наиболее трудное место Для проживания. Оторванное От окружающего мира Холодным озером. Это все равно, Что человек На плоту В океане Специально Отправился В плавание, Взяв совсем немного провизии, В надежде, Что, По милости Божией, Какими-то своими трудами Он сумеет найти пропитание. Такое путешествие Кажется безумным. Оно непременно Приведет к гибели. Но это Паломничество Духовное, Которое Предприняли Сергий и Герман Привели Не к гибели, А к славе. И где-то На этом жизненном пути, Который они прожили, Несомненно Особым образом Их посетил Господь. Потому что Без помощи Божией Всего того, Что они совершили, Совершить невозможно. И вот Вспоминаются Замечательные слова Святого преподобного Ефрема Сирена. Он говорит так, Что вначале Нужно потрудиться И получить Венец подвига, Чтобы вкусить Божественной Благодатью. Очень точно Преподобный Ефрем Описывает Последовательность Действий. Если ты хочешь Встретиться с Богом, Если ты хочешь В сердце Почувствовать Его силу, Если ты хочешь Убедиться В том, Что Он Слышит Твои молитвы И отвечает На эти молитвы, Вначале Потрудись. Вот следуя Этой заповеди И приходят Люди В монастырь, Чтобы Просто Потрудиться. А потом По милости Божией, Прикоснувшись К Божественной Благодати, Уже не могут Уйти в мир, Становятся Монахами. И мы Радуемся Тому, Как сегодня Укрепляется Русское Монашество На всех, На всех Просторах Нашей Церкви. Но иногда И у монахов Возникают Борения, Сомнения, Несогласия С несением Того или иного Послушания. Не всегда Это высказывается Вслух, А внутри Иногда Что греха Таить. Говорится Примерно так, Но почему я? Почему другого Нельзя было найти? Почему именно Мне нужно Нести Это самое Трудное Послушание? Все это От лукавого. Когда Послушание Кажется Очень трудным, Если даже Кажется, Что несправедливо Именно на меня Оно Возложено, Нужно вспомнить Вот эти Огненной силой Наполненные слова Преподобного Ефрема Вначале Надлежит Потрудиться И обрести Венец Подвига А без Подвига И труда Не прикоснется К тебе Божья Благодать. Вот почему Труд Есть непременные Условия спасения Если жить В соответствии С монастырским Уставом Но А разве Для На других Людей Не монастырских Не Монашествующих Это не Распространяется? Им что Автоматически Дается Божья Благодать? Или Может быть За деньги Что-то Сделал Лепту Принес Для храма Что-то Сделал И Автоматически Божественная Благодать Не бывает Такого Вначале Потрудись И Обрети Венец Подвига А что Такое Венец? Венцами Увенчивали Главу Царей Полководцев Но Чаще всего После Одержанных Побед Вот И Этот Венец Подвига Есть Корона Которой Увенчивается Человек Победивший В Духовной Борьбе Поэтому Труды Необходимы Для того Чтобы Обрести Благодать Божию Мы знаем Что в Миру Приходится Очень много Трудиться И вот Возникает Вопрос А этот Мирской Труд Он как? Что? Это Движение По каким-то Иным Параллельным Рельсам? Там В конце Этих Трудов Нету Божьей Благодати Там Что? Только Деньги Зарплата А есть Какой-то Смысл В том Что я Делаю Трудясь В миру Для Моего Спасения И ответ Такой Конечно Есть Только Греховными Делами Не следует Называть Труд Труд Не должен Быть направлен На совершение Греха Или на Потворство Греху Иногда Люди Участвующие В греховных Действиях Совращающих Людей Будь то Через Кинематограф Телевидение Интернет Говорят Ну что ж Я могу Поделать Это Моя Работа Всегда У человека Есть Выбор Трудиться Чтобы Обрести Дар Благодати Или Трудиться Для того Чтобы Навсегда Закрыть Всякую Возможность Общения С Богом Оставаясь В лучшем Случае Формально Верующим Человеком А в худшем Случае Теряющим Всякую Веру Поэтому Слова Преподобного Ефрема Относятся Не только К монашествующим И подвиг Венец Подвига Не означает Только лишь Венца За подвиг В духовном Делании Но И в Трудах Но воспринимали Как непременное Условие Вкушение По словам Преподобного Ефрема Божией Благодати А для того Чтобы и наш Труд Там За пределами За оградой Монастыря Приближал Нас К Богу Мы Тоже Должны Помнить Эти слова Преподобного Ефрема Помнить Подвиги Святаго Сергия И Германа Валаамских Святых Преподобных Отцов И через Свой Труд Воцерковлять Мир Таким образом Молитва И труд Становится Единым Неразрывным Общим Действием Спасающим Человека Трудящегося И открывающим Для других Людей Видение Смысла Человеческой Жизни А для Всей нашей Церкви И молитвами Святых Преподобных Сергия И Германа Валаамских Дохранит Господь Сию Святую Обитель И Отечество Наше Аминь Огласить Патриарший Указ Главный Храм Спаса Преображенского Валаамского Ставарбекиального Мужского Монастыря Спаса Преображенский Собор Удостаивается Право Совершения В нем Божественной Литургии С отверстыми Царскими Вратами По Отче Наш Аксиос 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 Аксиос